Друзья, салют! Намасте, здравствуйте всем! Я представил традиционный индийский баджан, но он прозвучал в обработке, так как его использовали в свое время в фильме, очень старом фильме, любимом нашими людьми, которые постарше его видели. Это еще те старые фильмы. Я решил почему-то ее исполнить. Я очень люблю именно классическое исполнение, хоть это немножко стилизованная уже песня, но все-таки это классика. И я решил вот об этом спеть. Это хинди, правильно? Это на языке хинди, да. Я еще исполняю песни на языке урду. Это такие кавали, газели, которые пришли немножко, позаимствовали музыку из Персии, персидские мотивы. Но в Индии их очень любят, эти песни, очень поют, приветствуют. А вы же выступаете не только на территории стран, которые используют славянские языки. Вы же еще и по Индии много путешествуете, правильно? Ну, чтобы сказать, путешествую не особо, но было время, когда я учился там. У меня есть своя гуру по танцу, очень известная танцовщица во всем мире, госпожа Сароджева Дьянатхан. Я очень горжусь, что она именно является моим учителем, моим гуру. Вот. Еще гуру по стилю катха к танцевальному, это гуру Раджандра Гангани. Вот. И поэтому, как могу, сколько смогу еще приезжать, приезжаю по возможности. А как вообще возникло то состояние, в котором вам стало необходимо приобщиться к индийской культуре? Когда это произошло? Вы знаете, приобщение, оно как-то, наверное, все-таки звучит слово само немножко по-духовному. А у нас, я почему говорю у нас, потому что я приехала к своим коллегам сюда, с которыми я и в Индии вместе учился, мы друзья очень хорошие. И у нас у всех практически одинаково началось это все с просмотров индийских фильмов в кинотеатрах. В старых фильмах, как правило, использовали традиционную музыку, традиционные индийские танцы. Хоть они и были уже все равно как бы обработаны, не чистая классика, но мы вот с этих пор, с этих времен полюбили очень индийский танец. То есть в индийском кино оно как бы все уже приспособлено для европейского зрителя, потому что пошел кинопрокат. А мы все-таки уже остановились на том, решили, чтобы изучать досконально именно классический индийский танец, у которого очень огромные истоки, тысячелетняя история. Ну и это считается и в Индии в основном, что это самое высокое искусство. Это же все корни имеет религиозный, да? Это традиционно религиозный танец. Да, если, например, классический индийский танец, он естественно построен на двух самых основных древних индийских эпосах. Это Рамайина и Махабхара. То есть оттуда взяты истории, оттуда взяты все театральные постановки по мотивам этих эпосов. Они перекладываются на музыку индийскую уже и на санскрит. Кстати, очень много песен на санскрите, когда звучит классическая танцевальная рага. Ну, в общем, классический индийский танец, он имеет тему религиозную. Ну, как бы, знаете, не каждый может находиться в этой религии, но чтобы прочувствовать и правильно станцевать танец, все-таки студенту нужно ознакомиться со всеми вот этими историями, потому что так без этого танцевать это невозможно просто. А как настраиваетесь на танец? То есть есть какая-то предподготовка, медитация или прослушивание какой-то музыки духовной? Что из себя представляет подготовка? Подготовка, ну, у нас, у танцоров немножко другая подготовка. У нас, у танцоров сам танец, мы и есть вхождение вот в это состояние, медитационное. И говорится в древних трактатах в индийских, и в Натья-Шастре, это такой трактат древний, что он больше, чем йога. Потому что йога, это если упражнение и вхождение в состояние, да, то в танце, танцор, если он по-настоящему его чувствует и изучает, вот он входит в состояние, и вот это физические упражнения танцевальные, плюс в совокуплении с музыкой, вот и есть превосходство над йогой. Так считается. Друзья, ну я думаю, что вы чуть-чуть приобщились к индийской культуре через понимание индийского традиционного танца. Намасте, это была Ирина Михеева, Сергей Журавлев, специально для канала Showmans.